Всем привет! Я Алексей, и сегодня у меня очень интересный эксперимент. Все, что здесь находится на столе, мне нужно для эксперимента. Сейчас я расскажу подробнее, что я буду делать. Но хочется некоторое вступление сказать. Фишка в том, что, как вы знаете, для того, чтобы произвести какую-то вещь, рюкзак, спальник, сумку, требуется материал. Например, мы поговорим сейчас о рюкзаках конкретно и палатках, которые производятся из определенных материалов, которые имеют свои названия. Иногда это запатентованные редкие, у того же мармота, например. Но в основном это более-менее условные стандартизированные материалы, типа кордуры, тезы, политофетты, ну и ряда других материалов. У меня, наконец-то, образовалось достаточное количество образцов, которые мне предоставил магазин Путник на Киевской. Большое им спасибо! Сейчас я о них немножко расскажу, и потом в реальности проверю на прочность, насколько лучше какой материал держит различные воздействия. Давайте я сейчас расскажу о материалах. А, и о том, что у меня на столе лежит. Собственно говоря, это все, что нужно для демонстрации. Я буду проверять на ударопрочность материал, на резьбу, на истирание, и, наверное, я хотел его еще поджечь, но не буду понять в квартире. В принципе, горит этот материал любой, поэтому поджигать не буду. У меня будет все по секундомеру идти, дощечка нужна, чтобы камнем по ней бить, да, и перчатки, чтобы не повредить руки. А вот эта вот мохнатая фигня, которая торчит в краю экрана, это я пробую синхронизировать звук с диктофона Zoom, вот с такой мохнаткой. Итак, давайте расскажем о материале. Ссылочка, кстати, на телефон, если кто заинтересовался, есть в описании. Как и на нож. Да, это такой вот куча продукт-плейсмента. Но выпуск будет интересный, я, по крайней мере, надеюсь. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я отрезал себе пальцы. Хотя, ну, хоть в коем-то веке количество дизлайков будет больше, чем лайк. Так, давайте смотрим. Значит, красная кордура, ну, ладно, красная зачем, трехтысячная кордура, рипстоп. Рипстоп, если видно на текстуре ткани, это в сеточку. Сама ткань как бы в клеточку. Это дополнительное усиление ткани на разрыв. Да, вот еще на разрыв надо будет проверить. Итак, трехсотая кордура, пятисотая кордура, без рипстопа. Вот это вот. Сейчас я попробую показать. Вот. Вот это с рипстопом, как мы видим, здесь квадратики. А вот это без рипстопа, пятисотая, может, квадратиков нет. Короче, вот рипстоп это технология плетения ткани. Это пока все, что вам нужно знать. Оксфорд 210-330 без рипстопа. Оксфорд 420 без рипстопа. Полиэстер 450 с рипстопом. Оксфорд 420 без рипстопа. Кордура 1000 без рипстопа. И Кордура 500 без рипстопа. Давайте я расскажу, что я буду делать. Я попробую сейчас, наверное, начну с аккуратненького пореза. Итак, Кордура 500. Вот ровный срез, да. Мы берем, надрезаем. Нож острый, как бы вот без проблем порезалось. Но порез это фигня. Порезать можно любую ткань. Давайте проверим, как она теперь будет дальше рваться. Ну, усилие прилагать приходится. Она рвется, но... Вот сейчас... Оп. Но в целом я могу сказать, что вполне себе прочная ткань на разрыв. То есть, сама по себе... Давайте сейчас я еще добавлю света. Извиняюсь, что вначале не подумал об этом. Вот. Вот она так рвется. В целом, ну... Я говорю, прикладывать усилия надо, но это если есть надрыв, надрез. Если надреза нету, то порвать ткань у меня не получается руками. Оксфорд 420. О, режется она так же легко. Рвется вообще. Вот. Вот она. Вот просто без проблем. Даже усилий прикладывать не надо. Надо рвать, если у нее не порезан край. У меня так же не получается. Полиэстер 450 рипстоп. Надрезаем. Ну, кстати, хуже всего порезался. За счет рипстопа вот дальше конца надреза ткань не рвется. Она упирается вот в этот шов границы рипстопа и вообще не идет. То есть, я ее не могу порвать дальше. У меня соскальзывают пальцы. Ну, а говорить о том, что ее можно порвать вот таким образом, даже вообще не вариант. Не хватает сил. Да, конечно, нагрузки на рюкзаки, которые используются, они сильно больше. Но все же это говорит о том, что какой материал стоит выбрать, какой нет. Оксфорд 420. Вот, несмотря на то, что какая здесь легко порвалась. Оксфорд 420, 420. Они одинаковые по номенклатуре Оксфорды. Но это ПВХ, вот здесь с подрезиненной основой, а это просто Оксфорд. Как мы видим, да, вот они отличаются. Вот этот порвался без проблем, вот этот у меня порвать не получается. То есть, делаем вывод, что с ПВХ основанием, вот оно, подрезиненная, ткань сильно слабже по прочностным характеристикам. Хотя, конечно, лучше защищает от воды. Оксфорд 210, 330. Ну, вот, его до определенного... Не, его можно порвать без проблем особых. Но, если нет надреза, то, конечно, он не рвется. Только лохматится. Да, порвать у меня не получается. Курдура 1000. Она и режется даже хреново. Не рвется, вообще не рвется. Соответственно, и без надреза говорить о том, что ее порвать вообще не вариант. Оксфорд 500. Надо побольше взять, а то не хватает запасов. Вот так. Не, порвать... Нет, вот, при очень большом усилии получается рвать, но прикладывать усилие нужно... Ну, большое. Но, порвать можно. Просто так, без надреза, ткань не рвется. Курдура 300. С рипстопом. Оп. Вот так. На удивление, несмотря на рипстоп, ткань рвется без особых усилий. То есть, вообще без проблем. И даже вот уходит по рипстоповому шву, да, вот она, деформируется. Порвать просто так, без надреза, ее не будет. Порвать, что ли я это уроняю? Вот. Так что, прочностные характеристики сейчас вы увидите на экране. Какие хорошие, какие плохие, какие нейтральные. Теперь мы поговорим о том, как эти ткани держат удар. Я, на всякий случай, надену перчатки, чтобы меньше деформировать. Хотя нет, пока не удар. Пока я как раз проверю их на истирание. Что я для этого сделаю? Я поставлю секундомер обратный. Одну минуту. Ну, естественно, это будет все с ускорением идти. Вот. И за одну минуту я попробую, если как бы получится, алмазным надфилем протереть ткань. Кордура 300. Как вот здесь все целое. Нет, наверное, даже минуту это много. Давайте 30 секунд. Так. Оп. Беру специально полукруглый. Чтобы он не ребром резал, а плоскостью. Соответственно, более показательно будет износостойкость. Отлично. Вот, как мы видим, сейчас на фоне белого, да, вот оно, отверстие. Которое... Которое проделалось, да, вот оно протерло ткань и насквозь прям кусок выгрызло. За 30 секунд алмазным надфилем. Очищаем надфиль. Берем следующий материал. Интересно, я делаю дырку в перчатке или нет. Это Oxford 500. Уши, хочешь поучаствовать? Подставляй ухо, проверим прочностные характеристики твоего уха. Ну, вот я даже умудрился погрызть перчатку, да. И вот, если мы посмотрим, мы видим, насколько сильно, то есть, ну, по прочностным характеристикам 500 Oxford без рипстопа. Он на истирание хуже, чем тот же самый Oxford, чем 300-я кордура, предыдущая модель. Но давайте мы уже результаты в конце выставим оценки. Так, это у нас тысячная кордура. Интересно, смогу я проделать дырку? Оп. Отлично. Ткань не протерлась. У нее повредился верхний слой. Сейчас. Вот. Верхний слой у нее повредился вот здесь практически до второго слоя. Но здесь она как бы двухслойное плетение, толстая ткань. И здесь, ну, скажем так, я бы не сказал, что повреждение критично. Это просто потертость. Ее не видно и не ощутимо с обратной стороны. Просто вот внешняя деформация рисунка. Не более того. Оксфорд, 210-330. Не, ну все, я уже себе палец пилю. Ну, то есть, 12 секунд. Вот она, дырень. Ну, то есть, вообще ни о чем прочность. Оксфорд, 420, без рипстопа. В принципе, на 27 секунде можно было бы выключить. На 25 даже. Вот, уже начал себе пилить палец, да. И вот она, дырень. Но, конечно, ткань держится больше, лучше чуть-чуть, при условии того, что она по прочностным характеристикам... Ну, да. Короче, вот такая дыра, в принципе, за 25 секунд образовалась. Оксфорд, 420, ПВХ. Серьезно? 19 секунд осталось. То есть, прошло 11 секунд. Вообще ни о чем ткань. Говнище, просто пока по всем параметрам. Худшая ткань, вот, уже можно, в принципе, наверное, сказать, что это будет Оксфорд 420 с ПВХ. Так, 450-й полиэстер. Вот, тоже дырка есть, но она не такая большая, как у конкурентов. Да, 450-й полиэстер, то есть, даже не указана какая-то ткань. И, наконец, кордура 500 без рип-стопа. Да, обращаю внимание, что я их все обрабатываю, собственно говоря, протираю со стороны рабочей поверхности, которая на наружной части рюкзака, а не с внутренней. С внутренней, которая, она обычно несколько менее прочная и легко бы поддавалась стиранию. Но фишка в том, что все рюкзаки шьют правильно, соответственно, наружная часть должна быть снаружи, и она больше подвержена воздействию, поэтому прощественные характеристики проверяю снаружи. Ну, вот как мы видим, да, за 30 секунд я очень маленькие дырки нанес, и по прочности. Кордура 500, вторая, пожалуй, будет на истираемость, то есть, небольшие дырки есть, но повреждения сильные, но тоже не смертельные. В принципе, с учетом того, что ткань особо не рвется, рюкзак сразу не поползет. Ну и, наконец, последний тест, самый интересный лично для меня, самый небезопасный лично для меня. Я сейчас возьму камень и буду бить довольно вот острым краем по ткани, которая лежит на деревяшке, чтобы повредить. Давайте я буду делать это в центре, только на весу, чтобы не было... Буду наносить три удара. Ну, прилагать такое максимальное усилие, но все же, ну, мало ли, вот на камни вы его поставили. Несмертельно, да. Как мы видим, деревяшка деформируется, то есть, удар проходит, и удар довольно сильный, то есть, деформация до 4 миллиметров по глубине. Вот 500-я кордура, никаких повреждений с обоих сторон не наблюдается, то есть, ну, небольшое побеление ткани, да, но ни деформации, ни внутреннего, ни наружного слоя вообще не присутствует и незаметно. Полиэстер 450. Полиэстер 450 с рип-стопом. Здесь уже присутствует небольшое повреждение ткани, вот оно, не знаю, насколько хорошо на видео видно, вот, вот в этом месте небольшое повреждение нитей. Это с наружной стороны, а дно, с внутренней стороны никаких повреждений нет. Оксфорд ПВХ 420. Ну, тут уже сразу видно, что звездец. Короче, камень пробил насквозь ткань, вот оно, видно повреждение с обратной стороны. Говорить о том, что она после этого не будет держать, не будет пропускать воду, как бы, ну, вообще не стоит, то есть, поставили один раз на камни, и у вас рюкзак или там сумка потеряли свою герметичность, стали протекать. То есть, даже вот на весу, не с сильным ударом можно эту ткань повредить и пробить. Одна из худших тканей уже, вот, очевидная. 420-й Оксфорд ПВХ. Оксфорд 420-й, обычный. Есть небольшие повреждения, причем очень интересно, повреждения ушли на внутренний слой, вот. Не на наружный, а на внутренний. Наружный вообще незаметно никаких повреждений. 210-й Оксфорд. Несмотря на вот заметное изменение цвета ткани, пробитие, нет, есть три пробития, то есть, по сути, все три удара острым краем камня прошли небольшие, ну, наверное, на видео совсем не видно, но небольшие микроскопические дырочки. Присутствуют, без видимых внешних повреждений ткани. Так что, ну, удары держит ткань слабо. 1000-й Оксфорд. Нет, не Оксфорд, Кордура 1000-й. Не, ну, тут говорить о том, что есть какие-то повреждения, даже смешно это, очевидно. Ткань в идеальном состоянии. Отличный показатель. Оксфорд 500-й. Оксфорд же. Оксфорд, да, 500-й. Наружный слой немножечко деформировался, но не критично. Есть два пробоя с внутреннего слоя, то есть, ткань не очень хорошо держит физическое точечное воздействие. И, наконец, Кордура 300 с рип-стопом. Снаружи видимых повреждений нету, по крайней мере, незаметных. Изнутри, вот они, есть повреждения и один пробой. Собственно говоря, какой окончательный вердикт, какая ткань чуть лучше, какая ткань чуть хуже, вы уже увидите в табличках на экране, потому что сейчас я все не запомнил, я чисто тестировал. Но, конечно, вот однозначный аутсайдер по прочностным характеристикам это Оксфорд 420D ПВХ. Это говнище редкостное, которое не стоит покупать, и если у вас сделано, вам предлагают там рюкзаки или какую-то палатки, сделанные из этой ткани, она будет реально тяжелая и непрочная. То есть, это будет невыгодное вложение, не рекомендую. Самая прочная, конечно, себя показала Кордура 1000, но тут нужно понимать, что чем толще ткань, тем она тяжелее. Поэтому при прочих равных условиях из разных тканей одинаковые рюкзаки будут весить по-разному. Для тех, кто занимается лейтедрочерством, им важен вес. Ну, как бы вы выбирайте либо прочность, либо вес. Ну и смотрите по совокупности характеристики, какие вас больше устраивают. Может быть, вам не так важно истирание ткани, зато важна прочность на удары или наоборот. Большое спасибо магазину Турин, а конкретно Путник на Киевской, который предоставил мне вот эти образцы, чтобы я мог их протестировать и показать вам, какая ткань лучше, хуже. И вообще, как они воздействуют на физические нагрузки. Как они реагируют, что с ними происходит. Это, конечно, не раскаленный шар или нож, но все-таки мы не трендовый канал. Так что... Вот. Также, да, про телефончик извиняюсь, конечно, куча рекламы, но, блин, болел, надо сразу все интегрировать. Ссылочка на телефончик есть в описании, обзорчик на него готовится. Годная моделька. Ну и на ножичек тоже самое. Ссылочка есть в описании. Ну а видео готовится. Спасибо за внимание. Я Алексей. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям. Если у вас какие-то есть еще интересные темы подобного плана, где можно что-то покрушить, поломать, протестировать, реально полезное для туризма, пишите в комментариях. Я заморочусь и думаю, что когда-нибудь на канале будет раскаленный нож, который входит куда-нибудь. Я Алексей. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok